Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ее ведущий Александр Гурарье. Сегодня в Тель-Авиве на улице Дизингов собрались граждане Израиля, многие из них выходцы из Беларуси, для того, чтобы выразить свой протест властям Беларуси против беспрецедентного насилия, которое применяется против мирных демонстрантов в Минске. На связи с нашей студией с Кикар Дизингов, с площади Дизингово, организатор этих протестов Анастасия Димбовская. Анастасия, здравствуйте, добрый день! Добрый вечер! Скажите, ну а что вас, собственно, привело? Ну, вы живете в Израиле, Беларусь находится далеко. Мы здесь все собрались для того, чтобы показать, насколько мы не согласны с тем произволом, который сейчас происходит в Беларуси. Мы не согласны с тем, что наших родных и близких избивают на улице, гоняют как зверей и бьют дубинками, используют огнестрельное оружие, а также оружие с использованием резиновых пуль. Очень большое количество пострадавших от насилия правоохранительных органов, если их можно так назвать, им дали полный карт-бланш. Они ведут себя как зверей, избивая женщин, мужчин, пожилых людей и детей. В интернете большое количество видео, на которых видно, как они по-зверски поступают со своими соотечественниками, и мы просто не можем оставаться в стороне, так как у всех находятся там близкие, родные, вся семья, у некоторых частично семья там. Мы просто все, что мы можем делать, это переживать. Есть среди вас те, у кого какие-нибудь друзья, знакомые, может быть близкие, пострадали, которые принимали участие в этих манифестациях в Минске, и как бы пострадали в результате действий правоохранителей? Да, конечно. Среди моих друзей или бывших людей, с которыми я училась в университете, на курсников, есть большое количество людей, которые пострадали от насилия и произвола полицейских, и жестко были избиты, либо задержаны в СИЗО, либо других учреждениях временного содержания. Я думаю, что у каждого присутствующего здесь есть в Беларуси товарищ, который вышел на улицу и не вернулся домой, либо был задержан, был избит правоохранительными органами. Скажите, вот вы сейчас находитесь напротив посольства Беларуси в Тель-Авиве, а кто-нибудь из работников посольства каким-то образом проявил в себя там, выглянул, вышел к вам? Дело в том, что на данный момент мы переместились на кикар дизингов, так как возле посольства Республики Беларусь недостаточно места, чтобы развернуться в полную ширь и показать израильтянам то, что происходит в Беларуси, призвать их к солидарности. Из посольства к нам никто не выходил, даже когда мы там собирались изначально и рисовали свои плакаты. Более того, у нас есть неподтвержденный факт о том, что сотрудник посольства выкинул цветы, возложенные на скамейке рядом с посольством, также свечи и различную белорусскую символику в урну. Нет никаких подтверждений, что это был именно сотрудник посольства, консульства, но в любом случае мы не знаем других причин, кому-либо делать это. Скажите, люди проходят, люди видят, кто-нибудь обращает внимание, спрашивает, что происходит? Да, безусловно, вы можете сейчас посмотреть, Дмитрий покажет картинку. Люди оборачиваются, не проходят мимо, смотрят на нас, пытаются узнать, что происходит в Беларуси. Некоторые, конечно, немножко опускают глаза, так как не совсем понимают, что за Беларусь, может быть территориально не знают, где она находится, но достаточно много людей, которые интересуются, спрашивают. И в том числе израильтяне, то есть коренные израильтяне? Да, некоторые израильтяне высказали свою поддержку в виде кивков, каких-то знаков солидарности, в виде руки вытянутой. Некоторые израильтяне сказали, у нас своих проблем хватает. Ну, своих проблем хватает у всех, это, в общем-то, логично. Скажите, а вы собираетесь действовать дальше, передать какую-то петицию в посольство, обратиться непосредственно к дипломатам? Совсем недавно, буквально сегодня, мы собирали, подписывали петицию, которая была отправлена мэру города, разных городов, с призванием сделать какой-то символический шаг в поддержание белорусского народа. Это вывесить флаг бело-червоно-белый, бело-красно-белый с нашим гербом белорусским возле здания мэрии, либо на территории города, окрасить, может быть, какое-то здание в цвет бело-красно-белого флага. Высказать свою поддержку, как это делают цивилизованные европейские страны, Париж, Будапешт, всех не припомню, к сожалению. Я думаю, что каждый день присоединяется все больше городов в поддержку и стран. Спасибо большое, спасибо, удачи вам. Я напоминаю, что мы ведем репортаж с Кикар Дизингов, с площади Дизингов в Тель-Авиве. Анастасия Димбовская, одна из активисток протеста, и люди, которые стоят, которые солидарны со своими друзьями, близкими, которые находятся в Беларуси, и которые подвергаются сейчас насилию. Всего доброго, Анастасия, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Дорогие друзья, мы смотрели программу «Тема дня». Всего доброго, до свидания.